У нас прям такое солнышко, так тепло. Всем привет вообще. Прям весна. Весной даже пахнет. Какое у нас сегодня число? Второе, да, февраля? Да, второе. Вообще тепло. Привет, мои хорошие. Я давно уже просто, давно не записывала, ничего не снимала вам. Давайте я буду рассказывать по порядку, пока есть время, пока мы едем с Максом на тренировку. Он держит камеру, может поздороваться за кадром. Вот, и я вам по порядку скажу. С того дня, когда я снимала, начала снимать, я там даже произнесла дату. У меня это видео сохранено и больше я ничего не снимала вообще. Нет, я вам расскажу. Мы ездили в администрацию с Максом. Получили, ну, тогда подавали документы на паспорт. Вот, потом через неделю, да, мы поехали уже, его получили. Вот, так что Макс теперь с паспортом официально. Все. Дальше что у нас новенького? Новенького то, что... У нас же была дистанционка до какого-то там января. До... Ну, вообще до 19 февраля. До 19 февраля. Февраля, да, и там два дня выходные. Вот. И... У нас выбор был предоставлен, кто хочет выходить на очное обучение, кто на дистанцию. Дистанция. Вот. Мы остались на дистанции. Ну, у нас поделился класс. Ну, речь не об этом. Должны были ехать... Ой, не ехать, а должен был приехать к нам в Стребеж, чтобы позаниматься с нами, да. Ну, с Максимом, в смысле, на танцах. И накануне был у нас опять обстрел нашего города. Естественно, он никуда не поехал. Должны были ехать мы потом к нему на выходные, но тоже не сложилось. У него, может быть, потом по семейным обстоятельствам, не знаем мы. Вот. Что еще? По плану у нас ближайший турнир, это ЦФО. Будет проходить, конечно, в Москве. Ой. Заносят у нас просто. И даже на одном месте. Слышали? Шлифовала. Не могла тронуться в горочку. Очень скользко на дорогу. Очень. Что это? Дальше. Макс перевернул камеру. Вот. Он перевернул на ту сторону. То неудобно держать. ЦФО в Москве должна была быть у нас, как бы, наша область. Мы должны были танцевать. Но ее отменили из-за, ну, понятным причинам. То, что в городе у нас творится обстрелы и люди гибнут. Вот. Поэтому отменили. Мы едем на ЦФО. Мы едем на ЦФО. Начало марта. Прям первых числов марта. Танцуем. И в этот же день мы потом уезжаем вечером. Далее у нас... Если у нас все хорошо сложится на ЦФО, и мы будем допущены до первенства России, то следующий турнир мы едем на первенство России в конце марта в двадцатых числах. После этого туда уже далеко, честно говоря, загадывать страшно, но мы уже даже купили билеты. На поезд взяли билеты туда и обратно. Это в Питер. Да, мы едем в Питер. В конце апреля будут все российские соревнования проходить. И мы уже заранее купили билеты, потому что на то время и тот поезд, который нам подходил, было 49 мест уже оставалось. Мы, естественно, долго думая, Марина взяла там билеты. Я ей должна, кстати, денежку отдать. Это я себе напоминаю за билеты. Я сегодня, скорее всего, ей половину билетов оплачу. Ну, переведу. Следующее в марте. Вот. Дальше что? Работы у меня очень много накопилось. Сейчас я на данный момент прохожу интенсивное обучение. Так как меня в должности подняли. Ой, подняли, повысили. Подняли на ступеньку выше. Вот. И... Очень... Ну, не сказать, что прям очень сложно, но очень большой курс, который я должна пройти на компьютере, сдать контрольные задания, промежуточные тесты. Под промежуточными тестами еще там тесты. И два итоговых. Вот. В общем... И все это нужно изучить в кратчайшие сроки. Два дня подряд я сидела за компьютером. А у меня он еще почему-то ноутбук лагает. И ничего там толком я не смогла вообще сделать. Ну, прошла там что-то, но не закончила как полные курсы. Потому что из-за своего дурацкого ноутбука его там нужно переустанавливать. Я не умею делать. И я туда даже не берусь, что там либо делать. Я умею. Ага. Умельщик. Вот. Дальше что? И вот мне нужно было пройти. И я прохожу. А время не в обрез. И еще и работы много, да. И на работе толком не пройдешь. Потому что много основной работы. В общем, какой-то день я даже до двух часов ночи сидела, сдавала. Не получилось у меня сдать. Две ошибки было. А тест не пропускает. Надо полностью сдать 50 вопросов. Это промежуточный тест там. Вот. Я смотрю два часа ночи. А мне вставать рано утром же на работу. Я отключила все. Думаю, ладно. Разберусь там. На работе попробую пройти. Уже завалила. Ну, надо как-то добить его. Благо у меня и директор хорошая. И все. Он помогает. Ну, я сейчас у меня еще задача. Так как повысили уже административные должности. Что нужно мне быть очень ответственной. И я укладывала вот те моменты в голове. Что мне нужно делать. Потому что я ответственный человек. И я не могу так. Я подхожу прям щепетильно к каждой мелочевке. Я тетрадь исписала себе. Там заметки делала на листе А4 с двух сторон мелким шрифтом. И все. Каждый пунктик выполняю. Ну, я думаю, что я ко всему привыкну. Ну, просто нужно время. Вот. Так как я вообще недавно на этой работе. Ну, еще даже, вот знаете, многим вещам учишься и учишься. Даже маленьким каким-то. Когда ты, ну, с чем-то там не сталкивался, то... Ну, может, я такая-то нестолковая. Девчонкам помоложе, конечно, и дается. Наверное, все-таки быстрее схватывают, да. А я вот такая вот, простите. Тупенькая немножко. Ну, ничего. Я привыкну. Так что вот так вот. Я надеюсь, что я не подведу своих девчонок. Конечно, будут косяки. Я в этом прям уверена. На сто процентов. Но я надеюсь, что они будут не такие серьезные, не такие значительные. Которые поправимы. И вот. Самые основные я не должна косять. Вот. Что еще, Максим? Что еще? Ты хочешь добавить? Что ты хотел добавить? Что я еще упустила из жизни своей? Из нашей? Да много чего, но... Об этом история умалчивости. Так. Так вот мы живем. Учимся с горе пополам. Дистант ужасный. Связь ужасная. С некоторыми учителями правда хорошо получается. Мне сегодня прям вообще русский язык прям порадовал учитель. Ее так прекрасно слышно. Даже задает... Ну, спрашивает через ноутбук. Я не знаю, как у нее так получается. Но там доску-то не видно, конечно, в классе. Что там пишут. У всех почерк разный. Но зато прекрасно слышно. Связь не лагает, не прерывается. Максим отвечал. Прям вообще прекрасно. Да? Учитель. А, и учитель. Да. Историю тоже хорошо. Ну, у нас суперская. Вообще классная. Классный руководитель. Вот. Наша Нина Николаевна учительница. Мы сегодня с ней разговаривали. Она... Максим ей написал, что уже второй урок не понимает тему. Как бы он фикует, он нервничает. Для него это важно. Говорит, если я сейчас не пойму дальше, что я... Вот как я буду писать? Он не домашний, ничего не делает. И не выполняет. Потому что он не знает, как списать. Это, знаете, это для... Ну, много ума не надо, чтобы списать. Что-то там с ГДЗ. Ему же надо разобрать. Ему же потом все равно все это сдавать. Математику там. Контрольные писать. Ну, и вообще для себя, да? Трясется. А, кочки. Тут ямы такие огромные. Вот эта дорога. Еще скользко очень. Созвонились. И она... Мы с ней сегодня созвонились. Она вообще, ну, просто уникальный человек. Просто говорит, тем детям, которые хотят учиться, я помогу всегда. Хоть ночью проснусь. И в 3 часа мне позвонит Максим, и я буду объяснять тему. Вот доходит даже до этого. И она говорит, что у меня есть 30 минут, там, после урока. Я буду подключаться с ним онлайн и проводить урок. Ну, то есть не проводить урок, а объяснять те темы, которые он не понимает, разбирать с ним. И плюс мы договорились, что когда я выходная, и в этот день я его буду привозить чисто на один урок, на математику. И буду сидеть его ждать, ну, на стоянке, на парковке, потому что на территории школы, я так поняла, не пускают в цели безопасности, да, никого. А на остановке ждать, потому что в любой момент у нас может случиться там обстрелы, еще что-либо, или там, как его, ракетная опасность, там, да, МЧС прислать. То их и со школы не выпускают данные, ну, в укрытиях. Вот, да, поэтому я буду сидеть, я хочу, чтобы ребенок мой был всегда со мной в нынешней обстановке. Так что, такие дела. Большое ей огромное спасибо, конечно, учителю, Николаю, что она вот так вот, не каждый пойдет. Знаете, вот очень много там, ой, шо мне там, нет, за это никто не доплачивает, да, вот, ну, по сути, по сути это так. Это ее уже личное время, это, она не обязанность сидеть с каждым, вот это вот, она не репетитор, ничего. Потому что я уже готова искать онлайн репетиторов по математике, ну, в том числе алгебра, геометрия, седьмой класс, да, чтобы ему было все понятно. Ну, вот у нас такая учительница, что пошла нам навстречу, за что ей огромное спасибо. Так, мы приехали до танцев, в общем, я немножечко хоть с вами встретилась, вы меня увидели, с нами все хорошо, мы не пропали никуда, мы дома, мы в Белгороде. Мы никуда не уехали, не переехали. Вот ближайший турнир в начале марта, ЦФО, ждите видео. Не могу сказать точно, сниму я до этого что-то еще какое-то видео или нет. Вот такое коротенькое у меня получилось, потому что мне, ребят, сейчас вот реально у меня такой период в жизни, я очень нервничаю, когда мне что-то нужно сдать, пройти, как экзамены, обучиться. Я очень трепетно к этому отношусь и немножечко выбыла из ютуба, поэтому поймите меня правильно, да, как этот продач говорил, понять, простить. Вот, так что всем пока-пока, спасибо, что были с нами, что меня смотрите, нас смотрите, переживаете по ту сторону экрана, вот, все хорошо. А, да, кстати, еще хотела вам поделиться, не знаю, можно, нельзя, но я думаю, что можно, потому что и в пабликах везде, и все. Когда был сильный у нас обстрел, вот, недавно в Белгороде, когда погибли люди, у нас во дворе очень много посыпалось осколков, в нашем прям дворе, многое, что собрали там, и даже пришлось вызывать специальных людей, потому что я написала в группу в одну, написали, что руками ничего не трогать, передали информацию в администрацию, и к нам приезжали люди, я была на работе, Максим был дома, и у нас вот такой вот осколок огромный вытащили, к сожалению, вот, из земли. Он просто прилетел в землю, слава богу, ни в крышу, ни в сам дом, ну, вот, в общем, вот так вот. И так мы и живем, ребятки. Больше мне нечего сказать. Все, всем пока-пока.